Всем здарова народ, на канале Бублик Ченнел, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинция. Ссылка на проект в описании под роликом, обязательно переходите, регистрируйтесь, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Ну а прямо сейчас я отправляюсь с вами на работу дальнобойщиков в Мирном. Сейчас я еду, значит, опять работать, два видоса с фармом за один месяц, по-моему, это слишком, мне кажется, но тема на самом деле очень интересная. Я, правда, получается, что немного слоупок, потому что эта тема началась, получается, я не знаю, с выхода ли зимы, но уже, короче, давно. Сейчас зима закончится совсем скоро, и получится, что уже не актуально будет, но пока время есть, будем проверять. Короче, я тут узнал, что работа дальнобойщиками отказывается очень прибыльно, поэтому я сейчас хочу поехать посмотреть, конкретно вот этот вот новогодний рейс, который сейчас вышел, он типа там что-то какие-то огромные бабки предлагает. У нас уже был давным-давно ролик о самой прибыльной работе, я помню, это был трамвай там какой-то, а сейчас я хочу посмотреть, ну вот, сколько я заработаю за один рейс, и подсчитать примерно, что к чему. О-о-о, салам алейкум. Так, могу ли я взять рабочий транспорт? Я хочу обычный праздничный тягач я хочу. Праздничный тягач у нас получен, берем. Все просто, я уже давным-давно не видел обычные тягачи, все либо на своих, либо на праздничных катаются, выезжаем, у нас всего 60 литров, но я думаю, на один рейс нам хватит, чтобы все это проверить. Итак, подъезжаем, встаем, мы видим здесь, значит, государство, база мирного, Приволск, 24 тысячи за рейс, безалкогольный пунш. Это будет оно или не оно? Я просто даже не знаю, что-то говорю. Ну, давайте возьмем. Итак, 60 минут, залог 10 тысяч, типа товара, туда-сюда приступить. Поехали. 24 тысячи, в принципе, звучит хайпово, мне нравится. Мне нравится, я, кстати, свою машину поставил прямо на место выгрузки или загрузки. Подождите, а мне куда? А, мне вот сюда надо. Так, давайте аккуратненько встаем. Все такие красненькие, нарядные, выезжают. Надеюсь, мне реально хватит топлива, потому что будет мне очень приятно, если не хватит. Я схватился, попусти, ну, спасибо. Спасибо. Вообще, настолько далек от всего этого был, что просто видел, что это какие-то праздничные прикольные машинки, но то, что тут, ну, прям вот настолько, типа, выгодно, я этого не ожидал. И у меня метка почему-то стоит в обратную сторону. А почему? А, я груз отсюда должен был взять? Я что-то так, видимо, сделал. Нет, не ломайся, пожалуйста. Новым годом, да, Артемы, 18 февраля. Вам загрузили 1000 единиц груза, направляйтесь к отмеченной точке на карте. Нас отправляют куда-то в сторону привозка, куда я, как это, честно говоря, не понял. Так, поворачиваем. Осторожно. Время у нас справа пишется, но с учетом того, что я только что где-то тупил минуту, я думаю, это можно вычесть, и вот с этого момента и начнется отчет, значит. У нас, кстати, это же важный момент, блин, я вот, это я зря, наверное, так тупанул. Ну, все, минуту. Возьмем за сто, что где-то минуту я тупил, и, получается, с 59 минут начинаем отчет. Я хочу понять, а сколько можно заработать за один рейс, не за один рейс, а за один час на работе дальнобойщиком. С учетом того, что мы работаем ночью, светофоры сейчас выключены, мы также не будем учитывать, если я сейчас поломаю там тачку, то есть будем считать, что мы ездим абсолютно аккуратно, и вот этот залог в 10 тысяч у нас не уйдет, хотя я думаю, он и так не уйдет. Бар привозка у нас написано, я тоже молодец, у меня же вон через всю карту пишется, куда ехать, а я сижу, ищу, куда, зачем, только не перевернись, только не перевернись. Так, штраф нам нельзя получать, ставим 79 километров в час и едем. Еще мне сказали, что, типа, я общался с человеком, который очень любит фармить, типа, самые выгодные маршруты в мире. Осторожно, у меня налог! Он в меня врезался. 5 тысяч плати. 5 тысяч. Не, брат, ой, ой. Извиняй. Ну ладно, давай. Ой, привет, а че ты фармишь? Да все, не платят больше ютуберам. Ну, вот теперь за мной полицейский едет. Ну, теперь максимально все, все как надо, да. Еще осталось погоню сделать, но погоню, я не помню, на рабочем транспорте, ну, нельзя, там то можно было, то нельзя, поэтому вообще хз. Но я не хочу погоню, я хочу понять вообще, сколько мы заработаем. Ладно, я теперь еду с сопровождением, полицейскому очень интересно сомнектаться. Здесь можно притопить, здесь, в принципе, штрафов нету. Слушай, ты там погоню не хочешь? Не хочу. Он меня не пропускает, а мне налево надо, уйди. А куда у тебя рейс? У меня сюда рейс. Налево перестраиваемся, все, все красиво, все, че, может, кстати, даже худо отключить, чтобы он нам не мешал, потому что все равно у нас здесь все видно, я проеду. Это как-то было очень быстро, но нам надо также учитывать момент того, как мы возвращаемся обратно. Мало того, что светофоры выключены, так еще и... Че? Ну че? Что? Я должен мордой встать? А, ну, не себе, куда надо встать. Мало того, что светофоры выключены, так еще и людей мало, рассинхронов практически нет, и... А, уже 24 тысячи, все? Так быстро? 24 тысячи я заработал. А сколько я... Блин, а у меня таймер ушел куда-то. И я попробую подсчитать, сколько времени нужно, получается, на один рейс туда-обратно, за который вы получаете 24 тысячи. В данном случае я получил, там тоже сумма примерная. И с этого мы как бы все умножим и посмотрим, сколько денег можно заработать. Подъезжаем, значит, ребят, к нашему складу. И тут у нас завершение рейса. Заезжаем, завершаем. Получается сдать прицеп. Нажимаем. Нам возвращают 10 тысяч рублей, потому что я ни разу не врезался никуда. И мы можем, получается... А-а-а, заблокировали, заблокировали. На меня троллят, а ну-ка. Да, безалкогольный пуль... А, то же самое, точно так же, 24 тысячи 361 рубль. Приступить. Ладно, поехали еще раз. Ну, спасибо. Ну да, да, тарань, 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 тарань. Расход, раз... Никакого расхода. Бан тебе. А-а, возвращаешься? Возвращаешься. Боишься, значит? Боишься, значит, уважаешь. Расход. Все, проезд перекрыт. Ладно. Ты тварь? Ты не проезжаешь. Спасибо. Я опять, кстати, потерял минуту просто на ровном месте, когда там можно было не терять эту минуту. И у меня опять получится какой-то необъективный, потому что, ну, типа, те, кто фармят, они не останавливаются, мне кажется, на таких моментах. Тут тоже что-то ребята стоят, у них, походу, ДТП какое-то. Что происходит? Нет, здесь Максим и Марк врезались, и одновременно так синхронно вышли из машины. Смотрите, сколько этих фур! Сколько этих фур! Я в шоке просто, как их много. Все на них... А у меня задние двери откроются? Подождите, багажник. Ничего не открылось. А, стоп, у меня же машина, а не прицеп. Это на машине какой-то там багажник открылся, наверное. Да, я не знаю даже какой. У меня еще поворотник, по-моему, горит. Честно говоря, сзади не видно, но я вижу спереди, что моргает. Из-за того, что камера далеко, ничего не слышно. Второй рейс, сразу же быстренько оформляем. Мне вот интересно. Ну, опять туда же я еду, по крайней мере, и получается, опять сейчас заработаю 24 тысячи. И это как-то прям очень-очень приятно. Очень приятно. О, давай, братан, прям под фуру! Ах, повезло кому-то. Так что он хорошо вылетел, сейчас бы влетел. Лобовое. Велосипедист, не надо меня таранить. Фура, кстати, едет в районе 120. Она довольно-таки резвая. Довольно-таки резвая. Ну вот, кто-то просто взял мордой и навстречку встал. Здесь у нас опять гасим скорость. Кстати, маршрут максимально простой. Максимально простой. Ты выезжаешь с Мирки, едешь большую часть трассы без камер, заезжаешь в Приволжск, просто по прямой едешь там, поворачиваешь и опять едешь по прямой. Очень простой маршрут. Тут прям, я понимаю, мне интересно, какой маршрут в Приволжске и в Невском. Тем временем смотрим на время. У нас уже почти 4 минуты мы едем в эту сторону. Обратно, ну, я думаю, тоже примерно так же и будет. Подъезжаем. Короче, за условность можно взять примерно 8 минут выполнения этого задания, да? Ну вот, с моим, окей, давайте так скажем. С моей нерасторопностью один заказ вы выполняете за 8 минут. Хотя отсюда спокойно можно было минуту убрать, того, как я там стоял и тому подобное. 8 минут. За 8 минут вы получаете 24 тысячи. А 8 мы умножаем, давайте, условно на сколько? Чтобы до 60 дойти. На 7. Это получится где-то 56. Ну, с половиной, да, там условно. Кстати, с половиной, а как раз 4 минуты нужно, чтобы доехать. Поэтому считайте, что 8. И 8 мы умножаем на 24 тысячи, которые мы зарабатываем. Итого мы получаем в районе, с какими, 160, 184 тысяч рублей. Даже нет, подождите. 8 на 24. Получается 192 тысячи. Вот. Примерно, плюс-минус, возьмем, опять же округляем, 200 тысяч, да? Условно. Опять же, я повторюсь то, что если вы будете быстрее проходить маршрут, то получите больше. Это при том, что у меня не максимальный буст к зарплате. То есть у меня всего лишь 27 уровень, а максимальный, по-моему, на 30, да? И при том, что я абсолютно никак не напрягаюсь. Просто спокойно проезжаю этот маршрут. Так по кругу туда-сюда венчусь. Я, кстати, неправильно поехал. Надо было так же по прямой ехать. Я рано повернул. Но ничего страшного. В принципе, едем так уже, как едем. И в целом это довольно-таки круто. Реально. Что так можно зарабатывать, да? На трамваях было меньше. На трамваях я точно помню, что было меньше заработная плата. Простите. Вот это я, конечно, дурак. Неумный. Взял, спровоцировал. Хотя, стоп. Почему спровоцировал? Мы на равнозначном перекрестке. А на равнозначном перекрестке. А равнозначном, потому что у нас светофоры выключены. Я помеха справа тому чуваку. И уступать должен был он мне, а не я ему. А, правило еще помню. Просто уедешь, да? Да, но тут, видимо, не принято у чуваков останавливаться. Он даже не подошел, не скал расход. Понятно. Ну ладно, едем дальше. Ой-ой-ой, сколько же тут дальнобойщиков. Сколько тут дальнобойщиков. И тут типы еще срезают оттуда. То есть, ну, кто на постоянке фармит, они, конечно, знают, наверное, самые короткие маршруты. И проезжают это еще быстрее, чем условные 8 минут. Поэтому тут, я думаю, я вам даже не помощник, наверное, в этом. Я могу вам подсказать только, что тут можно хорошо заработать. Так, сдать все. Вам вернули 8300. 1700 меня забрали. То, что я поломал машинку. Ну, в принципе, ничего страшного. Ну что ж, ребят, что я вам могу сказать? В принципе, работа довольно-таки интересная, прикольная. К сожалению, не вечная. Но тут уже что поделать. Однако, на данный момент она действительно самая прибыльная. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем до новых встреч. Всем удачи. Всем пока-пока.